Сегодня мы с вами поговорим в сегодняшней лекции по речевому управлению. Для речевого управления устройством и системой удобно бывает применение аналогов СФРМ в преобразовании, которые преобразуют речь в маячный цифровой кость для шифрования и передачи информации на управляемое устройство. Само по себе аналогов СФРМ является довольно сложным процессом и требующим определенных затрат оборудования. Хотя с помощью микроэлектроники мы получаем, сейчас аналогов СФРМ довольно-таки компактные и эффективные, но тем не менее их структура, их конструкция постоянно нуждаются в совершенстве. В свое время нами была опубликована статья в журнале «Радиотехника» по поводу аналогов СФРМ на основе реверсильных счетчиков. Такие преобразователи мы предложили в свое время без использования аналоговых ключей, потому что в основном преобразователи используют аналоговые ключи, требуют отдельного источника опорного напряжения и, соответственно, подбора довольно-таки быстродействующих ключей, которые не создают помех оборудования. Такая система была предложена, вот тут ее заключается следовательно. Вот это то, что было опубликовано в 16-м году. Значит, РСЧ – это реверсивный каунтер и дрейвер. Это каунтер и дрейвер. Реверсивный счетчик ГТИ – генератор тапковых импельсов, сопротивление, извешенный по двоичному закону, который непосредственно подсоединен к выходам триггеров реверсивного счетчика. Без всяких ключей опорного напряжения. С них, с этих сопротивлений, снимается выходное напряжение. Может быть, нересловно немножко. Ну, в принципе, так оно и есть. Снимается выходной код, потому что на реверсивном счетчике формируется код цифровой, соответствующий напряжению. Входному. Вот напряжение вот это вот входное – это и есть речевой сигнал. Сравнивается на усилителе компараторе у сигнал цифровой с аналогом. И логически простая схема переключается, переключение идет реверсивного счетчика, либо счет вперед, либо счет назад. Вот такая примитивнейшая, простейшая схема была предложена в Симфе Фондаху. Небольшой текст, резюме этого, вот я здесь рисую. Вот этот текст, если будет видно, то все можно будет прочитать. Здесь, в тексте, рассмотрен пример. Пример построения такого аналогового производителя. И рассказано, что счетчик используется вот 74LS199N, компаратор H-I2542. Устройство промоделируемое с использованием пакета программ MaltiSIM-201 с учетом реальных параметров, входящих в него элементов. Косфолограмма приведу в дальнейшем. Ну и дальнейшие вопросы по указанному интернет-почтому адресу. Можно им направлять. Значит, этот счетчик, в общем-то, схема, которая мальчисимовская, она была вот такая. Такая схема. Вот он, этот реверсильный счетчик. Я буду отдельно показывать. Вот реверсильный счетчик. Рядом резисторы. Ну, такие, которые были в наборе MaltiSIM-201, чтобы было использовано то, что имеется в наборе MaltiSIM-201 в то время, в 2001 году. Что было в моем распоряжении. То я и поставил. Вот осциллографа. Один конец двухлучевого осциллографа был подключен вот к цифровому, к этим сопротивлению, на суммарную точку. Второй вот канал, к источнику аналогового сигнала. И вот операционный усилитель. MaltiSIM-201,25,42. И, соответственно, осуществлялась, ну, источник, конечно, источник питания, тут вот 17,5 В он требует. Плюс-минус 17,5 В. Вот такая простейшая схема. Ну, это как бы для подтверждения работоспособности, что ли, это устройство промоделировали. И результат вот следующий получился. Вот такой результат. Здесь по оси Х отложено время в микросекундах. Здесь была подана на подконтрольная синусоида с периодом примерно 30 микросекунд. Вот она, эта синусоида. И на цифровом выходе с уберующей точки операционного усилителя видно вот эти ступенчатые сигналы, как отслеживается эта синусоида на данной частоте. Ну, по амплитуде здесь милливольтах. Размах до 400 миллиметров примерно на входе этого усилителя. Вот, значит, данное моделирование показывает работоспособность, во-первых, этого аналога с совопрегрузователем. И вот, ну, предельную, что ли, простоту, а по диапазону он позволяет до 20 килогерц, что охватывает речевой сигнал до 20 килогерц. Вполне по скорости при данном счётчике, при данном счётчике он отрабатывает. Этот счётчик, конечно, несовершенный, уже прошло сколько там, 12 лет. В 12 лет мы имеем уже реверсивные счётчики на СВЧ элементах, на микрополосу. То есть, и оптические такие же вещи мы имеем, и очень быстродействующие, поэтому сигнал этот 20 килогерц, который вот здесь, в данной счёте, он не является предельным. то есть, можно развить это для кодирования, допустим, сигналов в дельфинах, у которых частота гораздо выше. И для кодирования и расшифровки замешившего этого сигнала в дельфинах можно применить такие простенькие аналоги и аналоговые ключи полностью отсутствуют. То есть, помех меньше. И если построить эту схему по тому дифференциальному принципу, который показан в предыдущей лекции, где описывался датчик измерения давления, то если по этому дифференциальному принципу пойти, то эти сигналы можно будет без помех передавать по проводам, по кабелям, на большие состояния. Ну, а через воздух передавать, конечно, здесь нужно в соответствии передачи на модулятор. На модулятор и антенну. Вот таким образом применение данного аналоговского преобразователя видимо будет хорошее. Если студенты и аспиранты эту идею подхватят и реализуют ее на более современном элементном уровне, по современной элементной дате, применять в своей практике. спасибо большое за внимание. До свидания.